Добрый день! Вы смотрите программу КФУ «Вчера, сегодня и завтра». И сегодня она обещает быть насыщенной. У нас сегодня в гостях советник ректора по общему довузовскому и педагогическому образованию Людмила Николаевна Нагуманова и ответственный секретарь приемной комиссии Ионенко Сергей Иванович. Здравствуйте! Во второй части программы ждем еще и директора Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Щелкунова Михаила Дмитриевича. Так что журналисты, будущие журналисты, философы и политологи, не отключайтесь, будьте с нами, будет очень интересно. Литмония Николаевна, буквально на днях ректор Казанского университета Ишат Гафур встретился с победителями Олимпиад. Вообще, я думаю, что их волнует вопрос, насколько результаты Олимпиад повлияют дальше на поступление, то есть насколько это будет для них плюсом. Да, спасибо, очень хороший вопрос, поскольку это мероприятие, оно очень знаменательное для нашего федерального университета, и оно действительно по окончании учебного года произошло. Мы собрали всех тех детей, которые принимали участие во всевозможных конкурсах, олимпиадах, смотрах. И по итогам этого года мы собрали только победителей республиканских, всероссийских и международных олимпиад. Таких побед у нас случилось 36, и это наша гордость КФУ. И, безусловно, дети, их педагоги, директора наших лицеев встретились с Ильша Травкатовичем для того, чтобы обсудить, ну, возможно, не только свои успехи, но и прогнозы на будущее. И директора познакомили нас с концепцией своего развития на следующие годы. Я думаю, что вот в этом мероприятии оно особо приятно было не только для нас, для нашего федерального университета и всех тех профессоров, кто занимался с ребятами в течение года. Заметьте, все-таки это общая победа, это общий успех наших детей. То есть каждый приложил свои силы. Ну, конечно, здесь у нас присутствовали директора наших институтов, все те, кто предоставили свои лаборатории для наших лицеистов, научный потенциал. И поэтому лицеисты присутствовали в среде, в научной среде нашего университета. Я думаю, у них не было выбора, кроме как победить, и поэтому они успешно выступили практически на республиканских и российских соревнованиях. Было очень приятно, что Ильша Травкадыч вручил благодарственные письма не только детям, но и их родителям. Потому что, согласитесь, что большая поддержка со стороны родителей, это их заслуга в том, что они мотивировали своих детей на такие успехи. И наши лицеисты, они занимаются и знают, что самое главное, это успешное обучение, успешное углубление своих знаний. Они уже сегодня знают, что это залог их дальнейшей карьеры, в самом хорошем смысле слова. На какие льготы, собственно, они могут вообще рассчитывать при поступлении в наш университет? Да, действительно, мы уже второй год представляем таким детям, я считаю, очень хорошие льготы. Потому что, кроме того, что им добавляется за их результативность на Олимпиадах плюс один, плюс два или плюс три балла, в зависимости от того, какое место они заняли. И, кроме того, они имеют право поступить в наш университет и иметь в течение двух лет повышенную стипендию, которые представляют по приказу ректора, плюс пять тысяч рублей к той стипендии, которую они будут получать. Я думаю, что это очень здорово, когда ребенок уже реально ощущает свой успех и ежемесячно получает к стипендию такую надбавку. Поддержка такая не слабая, как я бы сказала. Не слабая, и это нравится не только детям, но и их родителям. Я напомню, что мы выходим в прямом эфире, так что дозванивайтесь к нам, задавайте свои вопросы. Наш телефон 233-75-32, также мы доступны и по скайпу, наш ник универсмотри.ру. Сергей Иванович, я тоже хотела ему задать вопрос. Вот буквально уже скоро стартует наша приемная кампания. Насколько я знаю, чтобы подать свои документы, не обязательно приходить в университет. Вот какую альтернативу предлагаете? У нас действительно есть несколько способов подачи документов. Во-первых, я напомню дату, 19 июня 2015 года, первый день приема документов в Казанский федеральный университет. И завершается прием документов для тех, кто имеет результаты ЕГЭ, 24 июля. Для тех, у кого нет результатов ЕГЭ и должен сдавать внутренние экзамены, и поступать по другим условиям, то они должны подать заявление до 7 июля включительно. Поэтому, чтобы было время, творческие экзамены сдать, профессиональные направленности, плюс еще те экзамены, которые они не сдавали в форме ЕГЭ. Это касается тех, кто закончил колледжи профессиональные, предположим, профтехобразование имеет, или сейчас называется специально, ну, СПО, среднепрофессиональное образование. Либо те, кто имеет второе, высшее и так далее. Либо те, кто по тем или иным причинам не сдавали ЕГЭ. Ну, для нас это инвалиды могут быть по состоянию здоровья, не сдающие ЕГЭ, это российские граждане, либо это иностранные граждане, которые приедут в Казань для поступления в Казанский федеральный, сдают на общих основаниях экзамены. Вот, собственно, начало с 19 июня. Три формы подачи документов. Но традиционные формы, они сами приходят в приемную комиссию, подают. Со всеми документами? Да, Кременская 35 у нас, значит, второй учебный корпус, мраморный зал. Здесь, собственно, будут размещены все наши основные структурные подразделения, технические тари. Вот, они будут обеспечивать прием документов на те направления подготовки, где обучение ведется именно в этих структурных подразделениях. Ну, и, соответственно, приемная комиссия дает на ходу, здесь же рядом, все это расположено, консультация. И второй способ, он, это по почте, они могут в разных формах почтовых переводов, то есть в виде посылок, в виде, там, значит, специальных документов прислать в бумажном виде документы. Мы тоже принимаем, это предусмотрим по редкам приема российские вузы. Значит, и третий способ, который мы давно уже используем, это электронная подача документов. Наиболее эффективная, для нас наиболее удобная. Электронной подачи документов мы уже несколько лет практикуем такую форму. Что это такое? Это означает, что молодой человек, девушка, потому что они сидят у себя дома, могут налить чашечку кофе. В интернете? Да, разложить свои документы, открывает доступ в социальную образовательную сеть нашу, где они и так уже все зарегистрированы в течение года, как минимум работают. Но кто не работает, они познакомятся, у нас объявления все есть, как это делать. И они заходят в социальную образовательную сеть, там есть раздел «Подать документы», открывается их интернет-кабинет, и через него начинают подавать документы. И формируется электронная база данных, то есть фактически электронные заявления. Там выходят интерактивные таблицы, которые нужно просто заполнять. Никакие подвешивания, там документов особых не нужно. Просто заполняется таблица и формируется. И как узнать, дошли документы или нет. Я предлагаю ответить на этот вопрос чуть попозже. У нас есть первый звонок в студию, и предлагаю ответить на него. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. У меня вопрос к Сергею Ивановичу. Осуществляется ли какая-либо подготовка в летний период по подготовке к ЕГЭ для будущих абитуриентов? Спасибо. Хорошо. Но это не совсем приемная комиссия задача. Но у нас действительно есть учебный методический центр тестирования подготовки ЕГЭ, который территориально находится рядом с приемной комиссией. И там действительно осуществляется набор на летние подготовительные курсы, которые ведут подготовку в рамках требований ЕГЭ, но в том числе к поступлению в Казанский федеральный университет по общим предметам. То есть, если кто не сдал, это очень важно для тех, кто в прошлые годы сдавал, то есть иностранных граждан могут быть, либо в состоянии здоровья. Да, то есть вот кто не сдавал ЕГЭ, то есть СПО могут тоже, ребята, подходить. Потому что бывает у кого-то перерыв большой между завершением обучения и желанием продолжать учебу. Поэтому, естественно, надо обновить знания, надо подготовиться. И такие курсы у нас действуют. Они действуют в течение июня, начала июля, то есть где-то месяц-полтора они могут заниматься. И действительно помощь оказывается очень большая. Я могу сказать, что наиболее востребованы пробные ЕГЭ, когда ребенок реально может ощутить свои силы, насколько он подготовился. То есть в университете тоже можно прийти успехом. У нас сотни ребят проходят через пробные ЕГЭ, причем хорошие школы, 131 школы проходят и другие. То есть они тренируются к технологии сдачи ЕГЭ, смотрят свои слабые, сильные стороны. Вот это тоже такая форма. Ее достоинство в том, что преподаватели подробно разбирают с каждым сдающим такой экзамен. Ну, пробный экзамен, скажем. Работа над ошибками, это называется в школе. Да, 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 работа над ошибками. Вот это удобно. Это важно, особенно тем, кто как раз-таки первый раз как раз знакомится с ЕГЭ. И я могу добавить, предоставить такую информацию, что мы с районами работаем в смысле проведения консультаций, как подготовиться к ЕГЭ по разным предметам. Мы высылаем в районе своей бригады, и хочу сказать, что мы откликаемся на любой заказ районов. Мы открыты, у нас создан департамент довозыска образования, у нас приемная комиссия в лице Сергея Ивановича, и мы практически все заявки выполняем, пожалуйста. Но все районы готовились к ЕГЭ и приглашали наших специалистов именно вот весной, в преддверии ЕГЭ. Сегодня уже шквал заявок, так сказать, закончился, и практически все приступили уже. Наверное, в большей степени интересуют только пробные результаты. Вернемся по поводу подачи документов через интернет. Насколько надежна система? Нужно ли потом будущим студентам звонить, перепроверять, дошли наши документы или нет? Ну, я должен сказать, что действительно, в общем-то, интернет-технологии в приемной кампании, они еще только набирают силу, потому что есть вузы, которые по традиционной форме там забивают данные. Вот мы же предлагаем с любой точки мира подавать документы через интернет. Не тратить деньги на проезд? Да, конечно. Нет, у нас сейчас вообще отработана вся технология, потому что человек находится в Душамбе, и от той до он полностью проходит все этапы подачи документов, оформление договора и зачтение. То есть это все дистанционно. У нас сейчас позвали. Я могу подробно, если необходимо, сказать. Во всяком случае, такая возможность есть. И второе, как узнать? Нет, дело в том, что узнать надо таким образом. То есть принято заявление, не принято заявление. Если там есть отметка, что принято заявление, значит, вы должны понять, что ваше заявление принято, и кроме того, вы через интернет-кабинет, заходя через логин и пароль собственный, в интернет-кабинет вы видите свои персональные данные. Это означает, что видим и мы. То есть автоматически первый этап подачи заявлений уже завершился. Там есть результаты ЕГЭ, которые они вводят сразу. А потом эти результаты мы в автоматическом режиме через федеральную базу свидетельств в Москве проверяем. Я предлагаю послушать еще один звонок в студию. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Алло. Да, добрый день, мы слышим вас. Скажите, пожалуйста, мой ребенок не учится в лицеях КФО. Ну, хотели бы позаниматься на курсах с преподавателем КФО. Есть ли такая возможность на следующий год? Ну, я еще раз говорю, если это... Это у нас несколько вариантов есть такой работы. Ну, самые такие распространенные. У нас есть Малый университет, Центр даузского образования, который как раз этим занимается. То есть творческое развитие творческих способностей. Всегда вы можете заявиться на какие-то курсы. У нас курсы организованы буквально с 1 октября. Будут вновь и в IT-лицее, и в лицее имени Николая Ивановича Лобачевского. Обязательно, начиная с шестых классов. Пожалуйста, поступайте. Мы всегда рады помочь, предоставить вам образовательные услуги. Как правило, дети, кто желает поступить в лицее, и кто хочет улучшить свои знания и в дальнейшем поступить в ВУЗ, они заявляются на такие курсы. Курсы мы планируем с 1 октября вновь открыть. Насколько вообще тогда они эффективны? Ну, я хочу раздавать в связи с этим. У нас о подготовке ЕГЭ. У нас тоже существуют такие курсы. Это учебные качественные тестирования и подготовки ЕГЭ, которые с 2006 года готовят к ЕГЭ по оригинальным методикам. Вот, уже много лет. И эти курсы позволяют пройти подготовку непосредственно к ЕГЭ 10-11 классы в рамках требований к ЕГЭ. Причем ведут занятия в основном те, кто задействован в инвестиционных комиссиях по проведению ЕГЭ в республике. Потому что это наши преподаватели, многие из них привлекаются, они имеют большой опыт. Вот такая тоже форма существует. И остается просто пожелать заходить почаще на сайт Казанского федерального университета. Там представляется вся информация об образовательных услугах для наших школьников. Пожалуйста, заходите, записывайтесь, принимайте участие во всех наших мероприятиях. Мне очень нравится сегодняшний эфир, потому что у нас есть уже третий вопрос. Я предлагаю послушать его. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте свой вопрос. Будет ли дополнительный набор в лице КФУ, так как я не успела подать документы своего ребенка? Спасибо. Да, набор в лице КФУ у нас был заочный. Сегодня уже заканчивается очный тур практически. Сегодня по физике последний экзамен проводится. И я просто хочу сказать, что по итогам... На следующей неделе мы подводим итоги и рассматриваем все варианты зачисления. Поскольку очень большой конкурс в этом году. На одно место до 10 человек в среднем у нас получается. Я не думаю, что уже в этом году будут свободные места. Я думаю, все вакантные места мы закроем. Но всегда надо знать, что мы в лицее набираем ежегодно. Если вы не поступили в седьмой класс, вы можете заявиться и поступить на будущий год в восьмой класс, и в девятый, и в десятый. То есть есть возможность все-таки попасть? Безусловно, да. И хочу еще сказать, что если у вас есть победы на республиканском и всероссийском, и естественно международном уровне, тогда вы без всякого конкурса приносите свои документы о победах. И мы зачисляем вас без конкурса. Это записано у нас в положении о приеме в лицее. Сергей Иванович, хотела спросить, вот что по поводу иностранных студентов, будущих, точнее, студентов, сколько мест предусмотрено, и вообще жители каких стран могут претендовать на звание студента Казанского федерального университета? Ну, я должен сказать о том, что доля иностранных студентов у нас каждый год растет в Казанском федеральном университете. Это связано с том, что в том числе и реализация дорожной карты, повышение кодекспособности нашего университета, который участвует в программе ТОП-100. И это связано и с тем, что у нас все более привлекательным для иностранных граждан становится образование в Казанском федеральном университете. И в этом году уже у нас вводится несколько, ну, достаточно много, более двух десятков программ, где будет реализовано обучение на английском языке. Это новый, ну, скажем, этап в развитии образования в Казанском университете, полноценное преподавание на иностранных языках. То есть, ну, прежде всего на английском языке, это тоже возможность адаптации учебного процесса к иностранным гражданам, в основном в дальнем зарубежье. Что касается ближнего зарубежья, то мы тоже активно ведем работу. В этом году мы проводили дистанционные тестирования, дистанционные олимпиады. И в результате на сегодняшний день 2700 абитуриентов из стран СНГ изъявили желание подавать документы в Казанский университет. 2700. Это достаточно много. В лучшем случае мы рассчитываем взять около 1000 студентов на платной основе из стран ближнего зарубежья. Вот сейчас как раз мы проводим этап собеседования профиориенционного в этих странах. Буквально где-то уже прошло, например, в Казахстане, в Киргизии предстоит, предстоит в Таджикистане и в Узбекистане. Вот в результате этих тестирований мы окончательно определимся с наиболее сильными, хорошими ребятами. Очень радует, я сам был в Казахстане, много олимпиадников, золотых медалистов к нам планирует поступать. Это очень хорошо, потому что на самом деле наш университет входит в такое открытое образовательное пространство, прежде всего, конечно, и со странами СНГ. И если лучшие ребята к нам будут поступать, мы только радоваться будем. В чем они ведь поступают в бакалавриат, а следующий этап – магистратура. А магистратура является принципиально важным, ну, так сказать, звеном высшего образования для нашего университета. Принципиально важным. То есть мы тем самым формируем базу для дальнейшего развития университета за счет, в том числе, иностранных студентов. Это мы делаем, активно работаем. И, кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, что мы представляем возможность иностранным школьникам поступить и войти лицей так же. Я думаю, это будет очень хороший трамплин для них в дальнейшем для поступления в наш федеральный университет или в другой ВУЗ. Но для нас лучше в федеральный, в наш, казанский. Отлично. Ну, я предлагаю послушать еще один вопрос. У нас снова звонок в студию. Добрый день. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как стать студентом малого университета? Спасибо. Людмила Николаевна. Да, студента малого университета. Вот в этом году мы уже буквально на днях завершили выпуск, выдали удостоверение. И я считаю, что если у нас какой-то школьник планирует поступить в наш федеральный университет, то он просто обязан поступить изначально в малый университет. Потому что это не только знакомство с университетом, это погружение в нашу научную среду, это работа в наших аудиториях, в наших лабораториях. И настолько их захватывает вот эта вот научная среда, что они уже в дальнейшем, как правило, в большей степени поступают именно к нам. С ними работают профессора, они углубляют знания, причем они поступить могут на кафедры согласно своим предпочтениям, допустим, физики, химии, математики, информационных технологий и так далее. Они могут уже выбрать и углублять знания строго в определенном направлении по выбранному профилю для того, чтобы получить в дальнейшем уже хорошую специальность и поступить в наш университет. Как правило, конечно, они уже в нашей базе данных и при равных возможностях они имеют уже преимущество поступать, потому что мы их уже знаем, мы уверены в их мотивации на учебу, мы уже знаем уровень их талантов, творческих способностей, и это большой плюс для таких ребят, кто мечтает поступить в Казанский федеральный университет. Сергей Иванович, я предлагаю вам еще раз напомнить, когда у нас стартует приемная кампания, какое это число? С 19 июня подача документов, а вообще я хочу посоветовать ребятам сразу не бросаться в первый день, если бывает так, что приезжают особенно из районов Республики, Казахстан, подают сразу во многие вузы, в первый день вы будете спокойны в этом смысле, те, кто имеет результаты ЕГЭ, могут спокойно подавать в течение хотя бы двух недель, до 15 июля можно спокойно это делать, чтобы не создавать ажиотаж, если они хотят приезжать сюда. Вообще советую на первом этапе просто подать в электронном виде. Конечно, многие используют подачу заявлений для того, чтобы лучше познакомиться с вузом, мы тоже очень рады, то есть любой, кто появится здесь, в университете, в приемной комиссии, мы исчерпывающие постараемся дать ответы на все вопросы. Ну и хочу еще сказать о том, что у нас достаточно много поступает ребят из разных регионов, в прошлом году это 66, но примерно сейчас мы выше на уровне 70 регионов Российской Федерации, если их всего 85, из 70 к нам поступают, а подают заявление практически из всех 100% регионов Российской Федерации. То есть у нас покрытие от Камчатки условно говоря до Калининграда. Почти вся Россия. Ничья, практически вся Россия. Ну, спасибо вам. Кстати, слово о Малом университете, я просто не уточнила, что у нас прием ведется с сентября месяца, мы вас ждем, и безусловно там тоже предстоит конкурсный отбор, и вы будете решать контрольные задания, дорогие ребята, если будете поступать. Поэтому остается пожелать вам успехов. Спасибо вам, что пришли, что ответили на наши вопросы. Я думаю, что о приемной кампании мы еще поговорим в следующем эфире. субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!